всем привет меня зовут натали гения и сегодня в этом ролике я расскажу меланхолия для кого это лучшее время кому полезно меланхолия кому я бы даже сказала она крайне необходимо поехали у меня есть телеграм-канал деньги в кайф с натали гений там сейчас появился чат да где мы можем болтать обсуждать все дизайнерские какие-то свои вопросы и итоги экспериментов и вот регулярно я вижу там один и тот же вопрос как бороться с меланхолии как все время себя приводить вот в это состояние радости просветления гармонии счастья и т.д. и т.п. и так далее ребят ответ короткий никак меланхолия нужна точка можете взять листик и записать меланхолия необходимо совершенно если вы хотите быть гиперпродуктивным и творческим человеком если вы за эффективность если вы за успех если вы за крутую карьеру если вы за самореализацию если вы за то чтобы соответственно свои подписи чувствовать себя успешным если вы проектор спокойным если вы манифеста удивленным если вы рефлектор и удовлетворенным если вы генератор то конечно же меланхолию нужно принимать и не чайными ложечками а прям нормальными такими бутылками почему потому что это важный цикл в жизни любого человека у кого есть индивидуальные активации меланхолия это предместник творчества меланхолия это та химия из которой потом родится нечто очень важное лучшие стихи лучшие песни лучшие инженерные решения лучшие открытия могут рождаться у индивидуалов только после проживания меланхолии и если в современном мире вы начинаете лечить свою меланхолию таблетками комедиями веселыми попойками может быть чем потяжелее то что происходит то по большому счету вы похожи на самолет который не может сесть потому что шоссе у него что не выходит вот у меня была такая история в жизни когда собственно мы заходили на посадку наверное раз 6 шоссе не выезжала и самолет кружила кружил так и вы если вы индивидуал и вы не переживаете свою меланхолию то вы как тот самолет шоссе не выходит на который вы можете приземлиться и наконец-таки подарить миру свое уникальное творчество давайте мы посмотрим так где находятся эти индивидуальные активации кто собственно пришел сюда усиливать других да и реализовывать какие-то интересные вещи индивидуальные совершенно через свою меланхолию посмотрим мы с вами бодиграф да вы видите вот это рисуночек бодиграфа и здесь вы увидели все индивидуальные каналы в общем то это и есть индивидуальный контур рассчитайте свой бодиграф да то есть я очень люблю рассчитывать это в humdescom то есть внизу под описанием ролика вы можете увидеть ссылочку я даю и посмотреть если у вас индивидуальные каналы если они у вас если есть то уважаемые товарищи начинайте учиться принимать меланхолию ну а для тех кто смотрит сейчас наконец-таки я могу в общем то предложить доказательства во первых возьмем рау руку основателя дизайна человека что он пишет про меланхолию вернее что он говорит про меланхолию как человек всю жизнь имеющий дело с меланхолией я провел большую часть жизни не понимая природу меланхолию просто манифестируя свой путь через нее в конце концов дизайн человека дал мне понимание одного из самых необычных процессов которые происходят в человеческом бытии я смотрел на многие аспекты того что люди называют депрессией я помню когда я был подростком у многих из нас есть эти воспоминания эти моменты очень глубокой меланхолии и в эти моменты меланхолии по крайней мере я так делал я гасил свет включал любимую музыку и обнаруживал что я что-то рисую я люблю рисовать или писать писать стихи очень многие подростки переживают это пишет стихи пишет в дневнике или занимаются чем-то подобным это способ благодаря которому меланхолия трансформируется и в конечном счете может превратиться в искусство и это одна из самых красивых вещей когда я оглядываюсь назад на качество этой меланхолии больше всего мне запомнила что она была успокаивающей в этой грусти была определенная красота определенная красота в ощущении чего-то не совсем правильного а из этого берет начало творческий процесс поэтому уважаемые мои пожалуйста научитесь любить свою меланхолию поймите ее красоту увидьте что это всего лишь коридор ваше творчество меланхолия меланхолия заставляет вас немножечко выпасть из ритма жизни меланхолия заставляет вас посмотреть в себя задать важные вопросы о себе о мире и в результате чего у вас получится нечто чего до этого мир не видел поэтому если вы хотите прожить уникальную жизнь и действительно создавать что-то мило уникальное то меланхолия это ваше все ну и из доказательств давайте мы обернемся не на вот эти вот рекламные наши на проспекты где 32 мы все улыбаемся мы думаем что просветление гармонии и счастья это когда мы 24 на 7 вот в таком вот веселом как бы да немножечко под какими-то такими витаминчиками состоянии нет ребят если мы посмотрим например на поэзию на искусство посмотрим на искусство и философов древней греции все описывают состояние меланхолии вот пожалуйста николай карамзин о меланхолия нежнейший перелив от скорби и тоски к утехам наслаждение веселья нет еще и нет уже мучения отчаяние прошло но слезы осушив ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь и матери своей печали вид имеешь бежишь скрываешься от блеска и людей и сумерки тебе милее ясных дней безмолвия любят и слушаю шумовых шум листьев горных вод шум ветров и морей тебе приятен лес тебе пустыни милы в уединении ты более с собой меланхолия самая знаменитая одновременно самая загадочная гравюра альберта дюрера у древнегреческих мыслителей меланхолия это физическое состояние они описывали это как черная желчь которая разливается по телу и затрудняет его обычное функционирование с другой стороны у них же меланхолик это тот кто задает вопросы о мире и он постоянно встревожен миром может быть вообще невозможно быть встревоженным миром не впадая в эти состояния и я думаю что это именно так поэтому милые мои и уважаемые полюбите красоту своей меланхолии посмотрите свои активации и если вы индивидуал как я например то конечно же ваше счастье не по дейлу корнеги а ваше счастье скорее пушкинская со светлой грустью когда можно по философствовать и подумать о чем-то вечном зовут меня наталья гений я практик дизайна кому хочется более погрузиться в дизайн или может быть поучиться поизучать все вот эти каналы индивидуальные племенные коллективные контуры вообще узнать что-то побольше тоже можете это сделать в описании к этому видео вы найдете ссылки на мои каналы на какие-то мои продукты ну и всем остальным конечно же круто и и и и и и и и